В Орлёнке раскрыли секрет повышения качества отдыха и оздоровления детей. Руководители краевых и местных органов госконтроля выступили с докладами перед представителями детских лагерей и санаториев. Соблюдение санитарных норм, техники пожарной безопасности и качественное медицинское обследование все еще остаются главными темами. Подробности смотрите в репортаже Ахада Бигбаева. Мы собрались здесь с вами в самом большом, в самом лучшем лагере страны. Место для заседания круглого стола выбрано не случайно. Орлёнок уже много лет служит примером организации детского отдыха. На совещании представители 15 оздоровительных детских лагерей Краснодарского края. Среди них Дон, Белая Русь, Политехник, Морское Братство. Сотрудники здравоохранения, прокуратуры и Роспотребнадзора поднимают важные вопросы безопасности, комфортного пребывания ребенка в детских лагерях. Морское мероприятие – это переходить от надзорной к разной практике к прокуратуре. Насколько она будет успешной в нашей практике, как прокуратура в том числе, зависит от вас. Поэтому мы опять открыли все для вас, чтобы вы еще раз услышали наши озабоченности, нашу какую-то отдельную практику, чтобы мы меньше ходили по вашим лагерям, меньше составляли на такого штрафа, чтобы вы сами ответственно подходили к своей работе. На повестке дня важный вопрос – кишечные инфекции. По данным Роспотребнадзора, 17 по 23 июля на Черноморском побережье зарегистрировано более 600 случаев заражения. Однако детских лагерей инфекция не коснулась. Я вас бы хотела проинформировать о некоторых специфических особенностях, которые говорят о том, что произошли изменения вообще в микромире. И на сегодня на первое место выходят вирусные кишечные инфекции. Они у нас в приоритете. В этом году их отдельный вес перекрыл бактериальные инфекции. Представители Роспотребнадзора заверяют, что ситуация в крае стабильная. Общий уровень инфекционных заболеваний снизился почти на 30%. Этим летом в Туапсинском районе отдохнуло более 30 тысяч детей. В начале сезона зафиксировано 90 больных. На сегодняшний день случаев заболевания не выявлено. Коснулись не только вопросов здравоохранения. Еще одна тема для обсуждения – грамотный кадровый подбор персонала в детские учреждения. Каждая организация отдыха и здравоохранения должна иметь свой штат воспитателей и вожатых допускать работать с детьми только соответствующим больным, трудовым, законодательством, профессиональным, стандартным и традиционным требованиям работников. У нас вот август – это всегда усталость персонала. Часть персонала, вы знаете, у вас меняется. То есть люди уходят, приходят. Надо и заново провести инструктажи, еще раз обучить. В рамках круглого стола накопленным опытом делится и Орленок. Сотрудники детского центра предлагают методические разработки, в которых собран многолетний опыт орляцких педагогов. Тут же директор центра предложил помощь разработок центра в этих вопросах, которые у нас сегодня существуют. И тут же коллеги подошли, попросили, записали свои адреса, чтобы мы им отправили эти материалы. Вот это и есть такая обратная связь, где мы друг с другом дальше уже сотрудничаем. Хотя мы не знаем детей, которые там отдыхают. Но нам важно, чтобы общий процесс был очень качественный. Очень много полезной информации, профилактической, методической было. Ситуация может меняться в течение сезона. Это могут быть и природные какие-то катаклизмы. Поэтому помощь вот таких служб обязательно нужна.